МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ань Тарова, здравствуйте! С главными событиями к этому часу в студии Валентина Чибичек. Глава государства Владимир Путин подписал закон, который предусматривает единовременную выплату пенсионерам в размере 5000 рублей в январе 2017 года. Данная выплата заменит дополнительную ежегодную индексацию пенсии во втором полугодии 2016 года. В соответствии с законом, выплату в 5000 рублей за счет средств федерального бюджета получат граждане, постоянно проживающие на территории России, и по состоянию на 31 декабря 2016 года получающие пенсии. Также выплата полагается военным пенсионерам и приравненным к ним категориям лиц. При этом заявление на предоставление денежных средств не потребуется. Перечислением денег займутся территориальные органы пенсионного фонда. Денежные средства будут перечислены независимо от получения пенсионерам иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки. Если по каким-либо причинам единовременную денежную выплату в январе не осуществят, то получить ее можно и позднее установленного федеральным законом срока. О вопросах бюджета и законодательных инициативах. В Ненецкий округ с рабочим визитом приехал депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. По новому регламенту депутаты Государственной думы 7-го созыва три недели работают в Нижней палате Федерального собрания и одну в регионах. Свою рабочую неделю в Ненецком округе избранный депутат начал с личного приема граждан и встречи с коллегами по фракции «Единая Россия», законодателями региона, депутатами Заполярного района и Городского совета. Уже более полутора месяцев депутат от Ненецкого округа Сергей Коткин работает в Государственной думе Российской Федерации. За это время был проведен не один десяток заседаний, рассмотрены и принято большое количество важных для страны и округа законопроектов. Но, пожалуй, самый важный вопрос на повестке дня – бюджет страны на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Предварительно мы связались с профильными департаментами именно исполнительной власти Ненецкого автономного округа. С моей стороны были заданы вопросы профильным министрам, ряд ответов я еще не получил. Но по итогам заседания фракции мы выработали те рекомендации, которые беспокоят депутатов с территории. В частности, ряд положений, на мой взгляд, очень серьезных, они не вошли в бюджет с 2017 года с учетом большого дефицита. Тем не менее, мы все проголосовали за резолюцию заседания фракции о том, чтобы правительство нашло финансирование средств на технические средства для инвалидов, на поддержку домов культуры в сельской местности, на площадки для спорта в сельской местности, на ремонт домов культуры в сельской местности, чтобы мы сохранили уровень финансирования сельского хозяйства на уровне 2016 года, никак не ниже, чтобы мы дополнительно профинансировали образование, здравоохранение, культуру, с тем, чтобы те майские указы президента, которые были заявлены по заработным платам, чтобы мы обязательно вот эти деньги пошли на территории и чтобы мы поддержали наши территории, наши субъекты. Бюджет страны на 2017 год верстается с учетом дефицита в 3 триллиона рублей, а значит, будет очень жестким, отмечает Сергей Коткин. Депутат готов отстаивать каждую строчку Неницкого округа в федеральном бюджете, ведь финансовый документ региона на следующие три года тоже обещает быть непростым и максимально сжатым по расходам. Округ длительное время жил, как бы не сильно считая деньги. Сейчас обстановка в корне изменилась, и, конечно, это новые условия жизни, и к ней, скажем так, мы не готовы экономить, понуждать себя каким-то сокращением трат. Это все непросто. Конечно, здесь должны быть мудрые, взвешенные решения. Администрация, безусловно, ищет эти решения, и, безусловно, конечно, люди ждут, что эти проблемы благополучно разрешатся. Кроме ситуации с бюджетом, обсудили и вопросы законодательных инициатив парламентариев Неницкого округа. Такая встреча, по словам депутата Госдумы и сенатора от Неницкого округа, стала важной и полезной для дальнейшей работы. Депутаты от региона, района и округа высказали свои вопросы и предложения. В рамках рабочей недели в регионе Сергей Коткин проведет встречу с коллективами предприятий со средствами массовой информации. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В 2016 году в Неницком округе было оформлено 537 патентов на работу для иностранных граждан. Это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение по оформлению патентов, прежде всего, связано с новыми положениями международных соглашений, которые дали возможность работать без оформления разрешительных документов гражданам Казахстана, Белоруссии и Армении, а также временно и постоянно проживающим мигрантам, участникам госпрограммы, лицам, получившим временное убежище в Неницком округе. Вопросы миграционной политики в регионе обсудили на профильном координационном совете. По словам представителей УФМС, сумма поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за приобретение патентов в 2016 году составила 21 961 000 рублей. Кроме патентов на работу, в текущем году оформлено 120 разрешений на временное проживание, 44 вида нажительства, гражданство приобрели 78 иностранных граждан. Структура въезда в Неницкий округ остается практически неизменной. На протяжении пяти лет почти 96% составляют граждане СНГ. Сегодня на учете в отделе по вопросам миграции состоит 40 граждан Украины, получивших временное убежище. В целях осуществления федерального государственного контроля и надзора за проживанием и пребыванием иностранных граждан трудовой деятельности иностранных работников в 2016 году проведено 442 мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Такие мероприятия, как нелегал, нелегальный мигрант, регион, магистраль, рынок, жилой сектор, вахтовик, зимник, в ходе которых проверено 417 человек, выявлено 117 человек с нарушением режима пребывания или осуществления трудовой деятельности. Выявлено 241 административное правонарушение в сфере миграции. Должностными лицами отдела рассмотрено 222 административных материала, вынесено 222 решения о наложении административных штрафов на сумму 4 млн 696 тысяч рублей. Сегодня взыскано штрафов на сумму более полутора миллионов рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за въездом и въездом с территории поселка Харягинский. За 10 месяцев текущего года проверено 102 иностранных гражданина. В результате работы отдела по вопросам миграции в текущем году было принято 30 решений о запрете въезда. Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 16 преступлений. По словам представителей полиции, это общеуголовные преступления без национального признака. Фактов межнациональных конфликтов в округе не зарегистрировано. С 2017 года паспорта будут выдавать в многофункциональных центрах. Учреждения получили полномочия выдавать в режиме одного окна оформленные Министерством внутренних дел российские внутренние паспорта. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства, опубликовано на сайте Кабмина. Сейчас в многофункциональных центрах только принимают документы и фотографии граждан, необходимые для получения или замены российских внутренних паспортов. С 1 февраля 2017 года эти услуги, предоставляемые по линии МВД России, станут обязательными для всех МФЦ. Они включены в перечень госуслуг, предоставление которых организуется по принципу одного окна, федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов. Документ подготовлен Минэкономразвития и направлен на дальнейшее развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна на базе многофункциональных центров. В Ненецком округе выбрали семью года. Победителем регионального конкурса стала семья Михеевых. На протяжении полувека пара трудится на благо округа и является примером счастливого супружества. Развитие технологий на повышение качества медицины. В столице округа идет подготовка к международной научно-практической конференции «Арктическая телемедицина». Объединение усилий российских и зарубежных экспертов в поиске решений проблем обеспечения доступности и качества медицинской помощи в условиях Крайнего Севера. В Наринмаре готовится к проведению второй международной научно-практической конференции «Арктическая телемедицина». С 24 по 25 ноября российские и зарубежные специалисты в области телемедицины обсудят перспективы сотрудничества и проблемы внедрения телекоммуникационных технологий. С докладами выступят профессоры из Северной Норвегии, Индии и Шотландии. О своем видении развития телемедицины расскажут представители Северного Арктического федерального университета, исследователи в области информационных технологий из Ханты-Мансийска, Курчатовского института в Москве, а также Архангельска, Томска, Ростова-на-Дону и Казани. Первый день работы форума пройдет в концертном зале Культурно-делового центра «Арктика». Первый вступительный доклад, очень интересный и информационно-емкий, это первый заместитель руководителя департамента Зайцева Олега Юрьевича, который расскажет о задачах, о возможностях телемедицины, о перспективах развития телемедицины в Нейском автономном округе. Другие доклады представят участники из других регионов, у нас достаточно широко представители, как в северных регионах, это Мансийск, Саха-Якутия и так далее, Архангельск, очень много докладов, но в том числе есть и Южный федеральный округ, это с Ростова-на-Дону у нас будет доклад, есть международные представители, это норвежская сторона, Шотландия, даже представитель у нас приехал из Индии. Во второй день, 25 ноября, состоится международная научно-практическая конференция, где выступят отраслевые специалисты со своим видением развития медицинских технологий в России и мире. Научно-практическая конференция пройдет при поддержке Министерства здравоохранения России и Норвежского баренцева секретариата. На этой неделе стали известны имена победителя окружного конкурса «Семья года». В номинации «Семья-хранитель традиций» лучшими были признаны Леонид и Галина Михеевы из деревни Вижас. Их семье более полувека. Секреты счастливой жизни золотой пары узнала Любовь Пермякова. Уже из этой родословной мы выбрали свою линию. Вот она у нас идет, наша ветвь. Самая плодовитая, да? Да. И присоединила сюда мамину ветвь, и у нас получилась своя родословная. Нелли Насонова показывает свою родословную, предки которой с 17 века проживали в деревне Вижас. Кроме древа жизни у этой семьи есть и еще одна реликвия. Когда я вот эту летопись составляла, я искала биографии каждого, кто у меня родословно есть, всех летопись, какая у них была биография, что у них за жизнь была. А жизнь была интересной. Биография некоторых членов семьи могла бы стать основой литературного сюжета или художественного фильма. Дело в том, что прабабушка Нелли Леонидовны Мария Кокина, родом из Верхней Пеши, была дочерью заядлого картежника. Однажды в Мизене он проиграл все, что у него было с собой, даже коня с упряжкой и с санями. Один зажиточный крестьянин, Иван Кокин, воспользовался ситуацией и вызвался довезти его до дому. А тот за оказанную услугу пообещал отдать в жены старшую дочь Анну. Когда Анна узнала об этом, то рассказала своему жениху, и они назначили день свадьбы. Отец свадьбу решил не отменять, благо в доме еще одна дочь на выданье Мария. Так и жила Мария с нелюбимым. Но эта история скорее исключение, ведь в этой семье с многовековыми традициями все держится на любви. Пример тому родители Нелли Насоновой, Леонид и Галина Михеевы. Недавно они стали победителями окружного конкурса «Семья года» в номинации «Семья-хранитель традиций». Прожили мы 53 года с дедушкой. Слава Богу, я говорю, еще бы я столько пожила. Ни разу меня не ругал, не оскорблял. И дети у нас добрые, и братья у них все, и сестры все добрые. Я прекрасно вообще жизнь так прожила. История этой семьи началась в 1963 году. Молодая и красивая Галина из деревни Снопы приехала работать продавцом вижаст. Ее сразу заприметил местный парень Леонид Михеев. Когда приехал, сразу видел их. Только что после подошел, как сказать, не сразу. А вы где работали? Я работал в механизации. Я всю жизнь уходя прожил в механизации. 30 с лишним лет я работал. Как с армии пришел, электрификация началась. И вот сначала, даже, вообще ничего, начал всю эту светлую жизнь делать. Он сделает светлую жизнь не только в колхозе, родной деревне, но и у себя в семье. Леонид Владимирович вместе с супругой вырастили троих детей. Сейчас у них пять внуков. Есть правнучка. Вы счастливый человек? Как вот? Ну, не знаю, как сказать. Ну, повезло с женой, с детьми, со всеми повезло. Ну, думаю, что вообще-то везло мне в жизни. Пусть, хоть трудности еще пор были, но хорошо. Все нормально. Дети нормальные, что надо, все хорошо. Мне так нравится, я-то хорошо прожила. Не знаю, как ты, я-то хорошо прожила. Любовь Пермяков, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Заявите себе, не выходя из дома. Ненецкая телерадиоувещательная компания запустила сервис мгновенной подачи объявлений Телеблог. Теперь вы можете рассказать о своем товаре или поздравить родных в любом регионе страны. Просто и удобно. Теперь подать объявление в бегущую строку телеканала «Север» или в эфир станции «Дорожное радио» на «Ренмар-ФМ» можно, не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться сервисом мгновенной подачи объявлений Телеблог в сети интернет. О том, как это работает, смотрите далее. Купить в интернете одежду, книги, бытовую технику и даже недвижимость сегодня стало привычным делом. Люди совершают покупки, не выходя из дома и даже не выезжая за пределы своих городов. Ненецкая телерадиоувещательная компания тоже решила идти в ногу со временем. Все желающие могут также, не вставая с дивана, заказать у нас объявление, поздравить своих родных и близких или заявить о находках и пропажах. Для этого надо только иметь под рукой компьютер. Для того, чтобы подать объявление в бегущую строку телеканала «Север» или в эфир станции «Дорожное радио» на «Ренмар-ФМ», необходимо воспользоваться сервисом мгновенной подачи объявлений Телеблог. Сайт позволяет быстро и удобно отсылать объявление в бегущую строку телеканала или в радиоэфир как физическим, так и юридическим лицам. Подать объявление через сервис Телеблог очень просто. Можно зайти на наш сайт trk.sever.ru, перейти по баннеру, у нас отсылок 2 на сайте, перейти по баннеру и попадете на непосредственно сайт Телеблога. И там очень простая форма отправки объявления. Итак, для того, чтобы подать объявление в разделе «Заказ» в списке городов, выберите «Нринмар-Телеканал Север» или «Дорожное радио Нринмар-ФМ», введите текст объявления и телефон, выберите даты показа, оплатите услугу удобным для вас способом. После успешной оплаты служба рекламы Нениской ТРК мгновенно получит информацию о вашем объявлении и обеспечит его дальнейшее размещение. А на вашу электронную почту и номер мобильного телефона придет сообщение с подтверждением приема объявления. Вы можете подать как одно объявление, так и спланировать целую рекламную кампанию. Кроме того, здесь же вы можете оставить поздравления близкими друзьям, и оно выйдет в бегущей строке телеканала «Север» в рамках специальной рубрики или в эфире станции «Дорожное радио Нринмар-ФМ». Все объявления попадают в эфир не позднее, чем через два дня с момента подачи заявки. За один день ваша информация будет показана в телевизионной строке не менее семи раз. В радиоэфире объявление выйдет не менее четырех раз. Размещайте объявления на ТВ и радио, не выходя из дома. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.3wtrk.sever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Лакомбой, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова